Дом культуры, особенно в сельской глубинке, всегда является центром притяжения всех жителей. Именно здесь проходят самые значимые события населенного пункта. Сюда приводят детей для занятий искусством родителей, а для старшего поколения это любимое место для встреч. Светлана Канева увлекается пением с детства, говорит, времени на творчество всегда хватало. А сейчас, после выхода на заслуженный отдых, с удовольствием приходит на все репетиции хора «Суляночка». Песни пою уже давным-давно. Дети маленькие были, работала до конца еще. В общем, с лишним лет уже. Даже в «Суляночке» уже 8 лет. Мне очень нравятся русские песни петь. Мы о любви поем, о родине поем. Сейчас у нас концерт был, о России вы прослушали сейчас песню о любви, о рябина, о любви, о счастье. Обо всем вообще. И танцевально у нас песни, особенно вот такие «ых» с выходом. Репертуар для выступлений сельские певуни всегда стараются разнообразить. Ведь без них не обходится ни один праздничный концерт в селе. У меня сына, она мне не смешит. Я рожу тебе хоть двойню, если мама разрешит. Со своими номерами участницы хора объездили практически все окружные села. И если говорить о каждой поездке, она каждая чем-то запоминалась. Очень интересная поездка была в Харьяву, когда мы ездили на конкурс частушек. Там нам было дано домашнее задание. Мы сочиняли сами частушки про любовь, про измену, про работу. Была тема политическая. Было страшно, но мы писали. И в конце номера была стенка на стенку коллективов. Это тоже было что-то новое, интересное такое. За 25 лет существования хора «Суляночка» его состав периодически менялся. Радует то, что среди молодежи всегда есть желающие продолжать традиции коллектива. Но в основном хор состоит из работающих пенсионерок, объединяет которых музыка. Кто на мостоводе работает, кто пенсионер не работает, кто в больнице работает, кто бухгалтером работает, в колхозе, вот Баева Надежда Павловна работает, учительница тут у нас есть. Так что, в общем, все разные профессии. Пение в хоре дает участницам коллектива отличную возможность для общения. А самое главное, представительницы старшего поколения таким образом приучают детей, внуков и правнуков бережно относиться к песенному наследию. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.